17 мая в Десногорске прошел шоу-показ коллекции одежды, сшитой по эскизам победителей второго международного конкурса дизайна «Атом Кутюр». Масштабное фэшн-событие состоялось в концертном зале Центра культуры и молодежной политики. На один вечер культурный центр превратился в подиумную арену, по которой дефилировали школьники города. В основе представленной коллекции 68 эскизов костюмов, победивших в ежегодном конкурсе «Атом Кутюр». Вся коллекция – это результат креативности детей, интересующихся высокой модой. Сегодня вырастить людей, которые в модной индустрии могли бы сделать прорыв, я думаю, это классно. И на сегодняшний момент, благодаря проекту, выявлены дети, буквально гениальные, которые могут модную индустрию просто двинуть. Это наши дети. Первый конкурс дизайнерской одежды прошел в 2019 году. На протяжении двух лет юных модельеров поддерживает концерн «Росэнергоатом» и фонд «АТР». Я хочу пожелать нашим детям, чтобы и тем, кто, соответственно, им помогает создавать такие замечательные коллекции, чтобы они не останавливались на достигнутом, совершенствовались, созидали и творили. Ну, а мы, со своей стороны, соответственно, их поддержим. Наши дети вошли в мир высокой моды, прикоснулись к этому миру, заинтересовались им. И здорово, что первые касания, они уже дали свои плоды, свои успехи. Финалисты конкурса «Атом Кутюр» получили возможность увидеть воплощение своих эскизов благодаря работе ведущих модельеров и дизайнеров России. Шоу было разделено на блоки по номинациям. «Логана Атом», «Рабочий Атом», «Деловой Атом», «Праздничный Атом», «Наш ответ взрослым». Среди воплощенных в жизнь эскизов были и авторские работы десногорских конкурсанток Вероники Стальмахович, Ксении Свиридовой и Ангелины Саутенковой. Нужно пробовать своей возможностью. И даже если вы считаете, что шанс на победу нет никакого, все равно нужно принимать участие, чтобы просто проверить хотя бы себя. Конкурс «Атом Кутюр» – многогранный проект. В нем также ежегодно участвуют эскизы кукол и ремесел. В номинации «Логана Атом» победила Анастасия Виноградова. В номинации «Атомная кукла» лучшей стала Варвара Баракова. Я желаю всем поучаствовать в этом конкурсе, чтобы стать победителем. Я желаю всем успехов и удачи. Финалисты и участники конкурса из Десногорска были награждены дипломами, грамотами и призами. В планах организаторов провести коллекцию по всем городам присутствия Росатома.